Пассажиры получили различные травмы. К счастью, обошлось без тяжелых. Медицинская помощь потребовалась девятерым. Из них трое – дети. Авария произошла в районе ресторана «Олеся» в паре километров от вокзала Адлера. На месте ДТП случайно оказался глава Сочи, который вызвал скорую помощь и помог пассажирам. Там же Анатолий Пахомов пытался выяснить причины аварии. Версия у пострадавших была одна. «Вот эта женщина, которая у нас была отправлена в девятую больницу. Она единственный человек, которая стояла около водителя. Она стояла, хотела за билет заплатить. А он не брал за билет деньги, потому что он в телефоне, он что-то там переписывал. Она говорит, или он читал, либо он переписывался. Это же страшно, как кричат детки. Люди были обескуражены. Всего лишь нам всего из-за разгильдяйства одного водителя. Разгильдяйство одного водителя и ваше разгильдяйство. И говорят, что у вас все они в телефоне. Только Бог уберег людей, которые ехали на 50 маршруте от гибели». Одной из причин ДТП с участием туристического автобуса, которое произошло в Сочи менее месяца назад, также называют невнимательность водителя, который тоже отвлекся на телефон. Глава города требует проводить инструктажи с водителями. Подключиться необходимо и ГИБДД, и транспортникам. По поручению Пахомова, с сегодняшнего дня в Сочи работает горячая линия. «Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи хочет обратиться ко всем жителям города Сочи и гостям города Сочи, чтобы они могли обращаться на горячую линию с информацией о нарушениях правил дорожного движения в водителями пассажирских автобусах. 8-918-665-2-665. Можно отправить смс-сообщение, можно отправить ватсап-сообщение. Если вы видите, что водитель, управляя автобусом, пользуется мобильным телефоном, как раз незамедлительно сообщайте на горячую линию. Только самое главное, что необходимо указать, это государственный номер автобуса, чтобы мы смогли выявить право нарушителя и принять соответствующие меры». Обсудили сегодня на планерке главы города и вопрос благоустройства городских улиц, состояния дорог и тротуаров, санитарное состояние которых ухудшается из-за повсеместных ремонтных работ. Здесь замечания сотрудникам департамента дизайна, которые согласовывают ремонт зданий в разгар летнего сезона. «Все у них грязное, тротуары грязные, ссылаются, там же ремонт идет. Люди, которые заплатили большие деньги и приехали в город Сочи, они что, собирались на ремонт ваш смотреть и ходить в пыли и дышать этой грязью или пылью». Мэр потребовал незамедлительно приостановить все ремонтные работы. Завершилось же планерное совещание на позитивной ноте – почетными грамотами и благодарностями президента России за большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу глава города наградил руководителя отеля «Рэдисон Лазурное» и начальников управления информацией и международных отношений администрации города.